Всем здорова! Сегодня я покажу вам, как обскелить ваши арты в Stable Diffusion. Сделать это можно двумя путями, с помощью Text to Image или Extras. Для начала покажу, как сделать это быстро в Extras. Когда мы получили нужный нам результат, нажимаем кнопку Send to Extras. Ползунок Resize отвечает за то, во сколько раз увеличится разрешение нашего изображения. То есть размер исходного изображения будет увеличен в 4 раза. Из апскейлеров для аниме артов, я рекомендую R.E.Sergan 4 Isk Plus Anime 6B. Как по мне это лучший апскейлер для аниме артов из представленных. Параметр GFPGAN у меня не дает никакого эффекта, так что ставьте по своему желанию, но он увеличивает время апскейлинга. В итоге мы получаем по сути то же изображение, но с более высоким разрешением, при приближении будут заметны размытости и нечеткости. Теперь покажу, как сделать то же самое через Text to Image, а после как улучшить качество деталей в том же Text to Image. Нажимаем Send to Text to Image. Но для апскейлинга нам нужно скачать скрипт Ultimate SD Апскейлер. Скачивается он также прямо в интерфейсе. Не забудьте после этого перезагрузить автоматик. После этого выбираем нужный нам скрипт. Выбираем наш апскейлер. Параметры можем оставить по умолчанию. Выбираем здесь параметр Scale from Image Size. Теперь у нас будет такой же ползунок, как и в Extras. Чтобы добиться такого же результата, как и в Extras, нам нужно поставить denoising strange на 0. Тогда исходное изображение не будет подвергаться изменениям. Процесс занимает больше времени, чем в Extras, потому что скрипт разбивает наше изображение на несколько плиток и отдельно апскейлит каждую из них, после чего совмещает и получается наше исходное изображение. Теперь я покажу, как нам улучшить разрешение и добавить детали к карту. Для этого выкрутим denoising strange на 0.30. Вы можете экспериментировать с этим параметром. В этот раз будет происходить такое же разбиение на плитке и их поочередный апскейлинг, но при этом будут добавляться детали, соответствующие указанному промпту. Поэтому желательно ставить тот же промпт, что использовался при генерации изображения, он автоматически копируется при отправке через кнопку Send to Image to Image. Теперь сравним полученные изображения. Второе изображение выигрывает по детализированности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok